Добрый день! Сегодня на православном канале Экзегет мы продолжаем, вернее сейчас уже завершаем цикл наших бесед, которые мы назвали «Арабы до ислама». И сейчас мы завершающую часть этой беседы проведем, в которой попытаемся ответить для себя на вопрос, почему же все-таки арабы, несмотря на то, что, как мы могли судить по прежним нашим беседам, достаточно массово, многие из них исповедовали христианство достаточно искренне, горячо были целые христианские царства, состоявшие из этнических именно арабов, вернее их, так сказать, предков, предшественников из населения Аравийского полуострова. И тем не менее Аравия стала, так сказать, источником вот этой именно мусульманской религии. Но для этого это, конечно, достаточно вопрос сложный, на который не так просто будет дать однозначный ответ. Ну и чтобы не превратить нашу беседу в какую-то такую очень специальную историческую или религиовеческую лекцию, мы ограничимся все-таки таким каким-то более общим взглядом на основные, что ли, моменты, которые способствовали тому, что вот совершилось вот такое историческое явление и произошло появление вот такого нового пророка, который сумел увлечь за собою значительную массу своих соплеменников. Ну, вообще, дело в том, что, конечно, здесь надо сказать, что аравийское общество никогда не было однородным. Несмотря на все вот эти мечты, например, вахмитского лидера Умм-аль-Кейса или Кайса, второго его потомков о том, чтобы объединить всех арабов на основе исповедания христианства, сделать это было достаточно затруднительно по целому ряду причин. Во-первых, как мы уже говорили, сама Аравия столкнулась с христианством в очень таком разделенном и раздробленном его состоянии. Аравийский полуостров сделался местом такого слива, современным языком, да, таких как бы ссылки всевозможных еретиков, преступников, людей, которые, в принципе, уже несли туда, ну, заведомо искаженный образ христианства. Более того, на территории Аравийского полуострова очень обострялась, естественно, вот эта межконфессиональная борьба. Представители одних религиозных направлений христианства постоянно находились в конфликте с другими. Шла такая вот как бы борьба. Ариане боролись с православными, с ними же боролись нестариане против нестариана, выступали монофизиты и миофизиты и так далее. Вот все вот эти какие-то такие трени христианского мира на Раийском полуострове приобретали особенную остроту и зачастую особенную конфликтность, в том числе по причине и удаленности этих земель от центра и отсутствию здесь какого-то такой крепкой государственной власти зачастую. То есть поэтому здесь эти конфликты могли перерастать в конфликты между племенами. Кроме того, присутствовал очень мощный и сильный фактор иудейского влияния, как мы тоже уже говорили, на Раийском полуострове. И тоже в условиях удаленности от крепкой центральной власти, от возможности получить быструю защиту со стороны Византийской империи, которая могла бы защитить своих поданных христиан, иудеи, в общем-то, не стеснялись тех мер, которые они применяли по отношению к противостоящему им христианскому аравийскому населению. Так, например, одна из экспедиций, направленных морем, византийцами для защиты христианства Ганимова в Хемерийском царстве попала в бурю, и порядка 70 кораблей, то есть целый, в общем, большой по тем временам флот оказался утрачен, оказался уничтожен, и что значительно ослабило, естественно, силы нападавших на Хемерийское царство союзников византийцев и эфиопов из Аксумского царства. То есть было сложно железной рукой навести на этих землях порядок. Что там говорить? В Палестине-то Византия не всегда успевала этот порядок навести и позволила в те времена, например, буйствовать на святой земле восстанию самарян, которая полностью погрузила Палестину в состояние гражданской войны. Все вот эти религиозные конфликты христиан между собой, друг с другом, евреев против христиан подрывало среди, условно говоря, арабов доверие в целом и к христианству, и к аудаизму. Они, безусловно, почитали и уважали их как носителей к нижней премудрости. Магомед впоследствии так и называет представителей этих народов, этих религий, людьми Писания. И заповедует своим собственным последователям относиться к ним с неким таким заслуженным уважением, поскольку все-таки часть своих религиозных представлений, воззрений и сам Магомед воспринял от какого-то такого, ну, довольно эпизодического общения и с теми, и с другими. От иудеев и, видимо, от Ариан он унаследовал тягу к такому примитивному, простому, абсолютному монотеизму, культу единого истинного Бога, без, конечно, какого-то разделения на лица Святой Троицы. Ну, мы знаем, собственно, из Корана, что сам пророк, так называемый Магомед, имел о Святой Троице представление весьма далекое от христианского богословия. Святая Троица представлялась ему как Бог-Отец, как пророк Иса, Иисус, и как его мать земная Дева Мария, Мрям, Сити Мрям, Дева Мария. Вот, естественно, подобное представление о Святой Троице возмущало пророка, и он проклинал в Коране тех, кто предает Богу сотоварищей. Горе вам, предающих Аллаху сотоварищей. Ну, в общем, сотоварищи, на самом деле, предавал ему сам пророк в своем представлении о том, как могла выглядеть христианская Троица, ну, которая, конечно, ни один из христиан никогда в подобном роде себе не представляла, не исповедовала. И так, в среде арабского вот этого населения, с одной стороны, возникла тяга к познанию единого истинного Бога. Дело в том, что накануне как раз-таки появления на исторической арене Магомета, в среде арабов распространилось такое движение, которое получило именование ханифитов, или ханифизма, или ханафитов. Там тоже есть разные такие прочтения этого, этой идеологии, этого религиозного течения. То есть ханифит — это, собственно говоря, такие богоискатели. Это были люди, которые не удовлетворялись ни христианством со всеми его разногласиями, ни евреям с его такой определенной как-то национальной такой закрытостью, эксклюзивностью, и поэтому искали какой-то свой собственный путь. Именно к числу этих ханифов, ханифитов относился и пророк Магомед. Он тоже был таким искателем. Но при этом, как мы знаем, это был человек, хотя ему и приписывается такое царское происхождение, он считался таким принцем рода курейшитов достаточно могущественного на Аравийском полуострове в своей области. Но воспитывался он в одном из бедуинских племен. Не получил, конечно, такого образования, на которое мог рассчитывать по своему происхождению. По всей вероятности, не умел ни читать, ни писать. Ну, например, из таких исторических свидетельств можно привести как раз-таки свиток, хранящийся в монастыре святой Екатерины. Это как раз-таки документ, который предоставляет религиозную неприкосновенность в монастыре святой Екатерины. Такой своего рода ферман, данный самим, или гати-шериф, данный самим пророком Магометом, которому вместо подписи приложена его рука, его отпечаток. Надо сказать, маленькая такая совершенно ручка, очень сравнительно небольшого размера, что говорит о том, что сам Магомет по сравнению с современными нашими акселератами был весьма такой субтильный в физическом плане персоны. Но и по всей вероятности не владел искусством поставить собственную подпись под таким вот документом, который с его распоряжения был выдан монастырю святой Екатерины. Ну и его, конечно, представления о религии имели такой весьма отрывочный характер. В коронических сказаниях он смешивает то, что почерпнуто было им из книги бытия, из писаний христиан, с какими-то совершенно такими вольными изложениями, пересказами, дополнениями, перетолкованиями, которые вообще так свойственны и характерны для вот этого восточного арабского, весьма поэтического, очень яркого и образного такого восприятия. Недаром вообще одним из самых распространенных жанров арабской литературы является всевозможное описание чудес, различные путешествия, в которых, так сказать, их участники сообщают множество каких-то совершенно фантастических подробностей, о каких-нибудь там птицах, рух, или китах, или каких-то других фантастических животных, по своей яркости превосходящих образы Одиссеи. Ну и вообще вот как-то так, вот это стремление как-то приукрасить действительность, оно вот очень характерно для этого, очень, надо сказать, вообще поэтически одаренного народа арабского. И вот эту черту унаследовал и пророк Магомед, уже пророк Магомед, вместе и со своим вот этим темным даром, который он получил таким, в общем, ну как сказать, достаточно болезненным, в первую очередь, и для себя самого образом. Да, мы знаем, что ему являлся некто, которого он считал за архангела Гавриила, Джабраила, который сам под этим именем представлялся. И, к сожалению, Магомед совершенно неискушенный в правилах вообще православной аскетики, не знакомый с ними. Он принимает эти явления видения за чистую монету, хотя и он, в общем-то, очень долгое время сомневается, тяготится этими явлениями. Мы знаем, что он очень плохо себя чувствовал во время этих явлений, отчего даже возникло представление о том, что, собственно говоря, Магомед являлся эпилептиком. Были случаи, когда он падал с верблюда при наступлении вот этих каких-то предвестников, этих видений, получал ушибы, у него звенело в ушах, он очень плохо себя чувствовал и перед этими видениями, и после. Сами видения очень часто были такими ужасающими, когда этот Джабраил принимал образ какого-то огромного великана, который клал пророку на грудь какой-то тяжелый, мраморный, огромный свиток. Все это чрезвычайно угнетало Магомеда. Его сомнения разрушила только его жена Хадиджа, мать всех верующих. Ведь, в общем-то, как мы знаем, Магомед являлся таким, несмотря на свое благородное происхождение, простым таким вот караванщиком, который водил караваны. По всей вероятности, не чужд был и грабежей этих самых караванов, ну, что, в общем, было совершенно общим местом для тогдашней вообще Аравии. Но, в общем, в своей среде обладал таким чистым, непорочным именем. И Хадиджа, богатая вдова, происходившая из одного с ним рода, она избрала его себе в мужа. Хотя Магомед был на 15 лет ее младше, и обращалась она к нему следующим своеобразным таким образом. Она его называла «сын моего дяди». «Он сын моего дяди». Вот она как раз-таки впервые узнала о том, что Магомеду является некий вот такой вот посланник, Джабраил, и как раз-таки оказалась его, как сейчас бы сказали, горячей фанаткой. Очень так укрепляла его в том, что ему является именно святой и праведный ангел, и все его откровения он получает от Аллаха, от Бога. Любопытный весьма способ, который избрала Хадиджа для того, чтобы проверить действительно непорочность явившегося ему ангела. Когда однажды она проснулась в их шатре, она увидела, что Магомед в одном из своих таких обычных для него состояний, сопровождающих видение, сидит на ложе и пристально смотрит на вход в шатер. И она обратилась к нему тихим голосом, спросила сын моего дяди, видишь ли ты того, кто тебе явился? Да, вижу, ответил ей Магомед. Ну, тогда сядь у меня у правого бедра, сказала она. Ты продолжаешь его видеть? Да, вижу его ясно, отвечал ей Магомед. Ну, тогда сядь у моего левого бедра, сказала она ему. Тут переменил местоположение. Видишь его? Вижу. Теперь сядь у одного моего плеча, а потом у другого. Подобным образом она продолжала свои своеобразные тесты. И когда Магомед оказался в той позиции, когда Хадиджу от входа в шатер она ничего не отделяла, она внезапно сбросила с себя прикрывавшее ее тело одеяло или там какое-то покрывало и предстала перед явившимся во всей своей, так сказать, этой женской естественной ноготе. Сын моего дяди, видишь ли ты этого посланника? Спросила она у него. Нет, он тут же исчез. Радуйся, сын моего дяди, сказала она ему, это действительно посланник Аллаха, поскольку он по своему целомудрию устыдился вида женской ноготы и исчез. Так что вот таким замысловатым с одной стороны, а с другой стороны довольно нехитрым образом Хадиджа сумела убедить Магомеда в том, что он истинное посланник Аллаха и в том, что явление, которое совершается ему, они носят совершенно такой истинный характер. Ну, что еще тут можно добавить, конечно. Дело в том, что Магомету на основе вот этих явлений, на основе собственных исканий удалось создать рецепт такого виручения, который бы по своей, опять же, простоте и внятности мог быть легко усвоен его последователями. Он не вергал их в какие-то тринитарные споры христиан, он дистанцировал своих последователей от споров иудеев с христианами. Он вывел все вот эти религиозные разногласия вообще из поля вот этих дискуссий и предложил совершенно другую, простую, понятную основу, которая в то же время уже, в принципе, получила довольно большое количество, ну, что ли, таких потенциальных последователей, среды вот тех самых ханифов, богоискателей, которые уже были готовы принять идею одного единого бога и готовы были принять учения о нем, отказавшись от каких-то таких уже устаревших форм арабской религии сабиизма. Вот. И благодаря этому Магомед предложил населению Аравии ту единую идеологическую платформу, которая сумела позволить объединить это общество. Дело в том, что общество Аравийского полуострова являлось по своей природе родоплеменным. Человек без рода и племени являлся для аравийского вот этого населения, но попросту ничем. И получилось, что население Аравийского полуострова было многочисленным и сильным, но все его силы уходили на борьбу отдельных племен и их союзов между собою. Не было на тот момент никакой другой основы, которая позволила бы всем мусульманам, всем жителям Аравийского полуострова объединиться на какой-то общей идеологической платформе. Эту платформу, эту основу предложил только Магомед. Христианство было занято слишком своими разногласиями, иудаизм своей борьбой с христианством, и только Магомед поднимает, то есть дает новое учение, которое в полной мере соответствует менталитету его соотечественников, с которым он был прекрасно знаком. И вот эта единая основа, она ломает вот то традиционное родо-племенное противостояние, которое сопровождает собой всю историю Аравийского полуострова. Оно дает ему ту основу, которая ставится выше рода. Не важно, к какому ты относишься роду, главное, что ты правоверный, ты следуешь учению пророка. Ну и самое простое и мощное средство убеждения для принятия этой простой платформы – это, конечно, мечи, надо сказать, тяжелые мечи его последователей. В Стамбульском музее Топ-Капа хранятся до сих пор мечи пророка и его ближайших последователей. Это такие тяжеленные, грубые, железные тесаки, которые вполне себе можно представить в деле, когда на них смотришь. И, в общем-то, так сказать, вот это идеологическое объединение, оно совершалось именно той достаточно грубой силой, и на основе того вот культа пророка и его учения, которого не хватало тем, кто пытался привнести что-то на аравийский полуостров извне. Именно внутри него возникла та сила, которая смогла объединить эти разобщенные роды аравийские, и объединив их, выпустить эту гигантскую силу, как джина из сосуда, из бутылки вот этого аравийского полуострова. Сила, с которой вырвалось это воинство пророка Магомета, было, конечно, подобно просто ядерному взрыву. Буквально в несколько лет они завоевывают и Палестину, и Сирию, и Северную Африку, и часть Малой Азии, и, в общем-то, конечно, создает вот такую и бывшую Персидскую империю, и создает просто огромное государство, единое подчиненное воле одного халифа, то есть последователя Магомета. При этом сам Магомет очень быстро оказывается как личность на обочине этого процесса. Мы даже не знаем точной даты его смерти. Он умирает, оставленный всеми своими последователями, которые в это время уже, так сказать, заняты покорением в какую-нибудь там Магриба, и рвутся перебраться через Гибралтар, через пролив на Пиренейский полуостров. А Магомет в одиночестве умирает на коленях у своей любимой жены Айши, которую он взял за себя 12-летней девочкой, которая единственная осталась при нем во время его кончины. И, собственно говоря, даже точной даты этого события мы в настоящий момент не знаем, даже годы не знаем этой кончины Магомета, в то время как его дело распространяется со страшной силы и сминает перед собой все. Одной из внешних и политических причин, помимо духовных, такого быстрого падения Византийской империи, Персидской империи, явилось то, что жизнь в этих империях для населения их была достаточно тяжела. Все, так сказать, последние столетия Византия почти непрестанно воевала с Персией, с Ираном, и в этой борьбе со своими внешними врагами, с варварами, с всеми этими гизерихами, со всеми этими вандалами, осты, вестготами, она, конечно, в значительной степени исчерпала свои силы и в том числе свой экономический потенциал. Война – дело невероятно дорогое. И нужно было постоянно и постоянно возлагать все новые и новые налоги на население своей империи. Наконец, эта налоговая ноша сделалась уже практически непосильно. И во многих случаях население Византии встречало вот это воинство пророка, исламское воинство, как своих освободителей от финансового, от экономического гнета византийской митрополии, поскольку система налогообложения и система экономических взаимоотношений, которые предлагали завоеватели, она была очень эффективна и очень проста. Налоги сводились к джизе, подушному налогу для каждого, кто не принимал ислам, к отмене и вообще значительному облегчению этих налогов для тех, кто ислам принял. Практически вся прежняя аристократия, практически все прежние бюрократии, что важно, чиновничество, правительственный аппарат весь сохранял свои места на протяжении где-то не менее чем пяти десятилетий после момента этого завоевания. То есть фактически для покоренных территорий ничего не изменялось. Ислам предлагал, исламское государство предлагало для покоряемых им очень простой выбор. Либо быть уничтожными, либо принять новую систему государственности, в которой оставалось все точно так же, как прежде, но без тяжелейшего гнета налогов. И, в общем-то, возникала иллюзия того, что вдруг исчезает какой-то свирепый, строгий надзиратель и в обмен на какое-то номинальное господство арабов, которые завоевали город и пошли дальше, и все осталось, как прежде, вот возникала такая иллюзия определенной свободы для этих территорий. Этим во многом в том числе оправдывалось вот то достаточно легкое и быстрое, простое принятие населением покоряемых областей вот этой новой веры. Свои причины были для принятия верховной власти представителей исламского вот этого государства у религиозных диссидентов Византийской империи, а к их числу относился практически весь Египет, значительная часть Северной Африки, которая была захвачена Арианами, Сирии, в которой процветало нестарианство. То есть вот все вот эти области, они также были духовно подготовлены к тому, чтобы отложиться от Византийской империи в сторону кого-то лучшего, кто предоставит им больше не только экономических, но и религиозных свобод, которые как раз-таки мусульмане, не склонные вникать во все эти христианские расприи, были готовы им в общем-то предоставить. Поэтому в числе соратников исламской армии оказалось немало и арабов-христиан, тех самых арабов, которых мусульмане приняли зачастую с распростертыми объятиями, позволили им сражаться на своей стороне, освободили их от джизи, от подушного налога, сохранили за ними привилегии, так сказать, и право использовать коня и оставаться такой военной аристократии. И, в общем-то, как бы часть арабов-христиан присоединились к арабам-мусульманам, сохранив и свою религиозную, и свою национальную идентичность. Вот, по крайней мере, на какой-то начальный период истории этих мусульманских завоеваний, так это, в общем-то, и было. И вот, благодаря всем вот этим факторам и политическим, и духовным, мусульманство сумело добиться довольно таких быстрых успехов, завоевать все вот эти области. Ну, а дальше уже было во многом делом техники подавлять каждому в своей области какие-то выступления недовольных и вести пограничные войны с остатками Византийской империи. Персидская империя оказалась достаточно быстро поглощена тоже за счет ослабления ее в постоянных стычках с Византией и династическим кризисом, который там был. И поэтому для населения Аравийского полуострова наступила вот такая совершенно новая эпоха арабов уже времен ислама, арабов, исповедующих ислам, арабов идентичных в религиозном отношении с понятием ислама. Но история, которая, как мы знаем, имела и совсем другие эпизоды целые, можно сказать, эпохи в своей предыстории, о чем мы постарались ну так несколько общо рассказать в этих наших беседах, посвященных арабам да ислама. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. ГОЛЙ anche cis в